всем доброго времени суток меня зовут елена и добро пожаловать на мой канал я вас сегодня хочу взять с собой в королевские сады нашего местного туринского версаля как его еще называют винариа реале то есть версаль во франции винариа реале в турине наверное даже никогда не брала вас сюда вот собой сам замок сегодня мы в замок не идем сегодня я приехала с коляской сыночком прогуляться и мне очень интересно если сакура еще цветут потому что видела красивые stories в инстаграме японских сакур в данном именно саду сад кстати огромный сколько получится оббежать не знаю но это мы все посмотрим уже по ходу дела билет только в сады стоит 5 евро билет в замок по-моему вместе с садом стоит 12 евро или просто замок сам по себе 12 честно я не помню года наверное три назад я здесь было нет я была здесь еще до пандемии в девятнадцатом году если не ошибаюсь приезжала моя подруга и вот мы с ней сюда приезжали да на теперь у них внутри даже кафе открылась королевская потом еще завтракали по-королевски вот а ребят я думала у меня камера на себя направленная я вам показываю непонятно что такое сильное солнце и даже не вижу что я показываю как обычно так показываем просторы просторы и так вход от замка мы попадаем практически сразу в сад он сад сад он огромный и он как видите даже двухуровневый помню что были также здесь небольшие фонтаны но не уверенность что они сейчас уже будут включены какой замок ведь он совсем разный вот однако честра его часть был он очень разрушен очень разрушен туда все было вывезено но в свое время отремонтировали мебель везли в общем-то стало даже очень неплохо но разрушен был конкретно замок королевский он небольшой фонтанчик есть вот вот он фонтанчик кстати про сакура я спросила в кассе у кассира спросила говорю а сакура еще цветут она говорит даже не могу сказать может быть что даже кто здесь работает им особо не интересно что они представляют что они продают что там за пределами их кассы точно пришли отработали продали за 5 евро билетики сад а что это за были ли они здесь когда-нибудь сами непонятно людям не всегда полностью интересно их работа они всегда полностью интересно докопаться до истины не вот последнее время стало очень интересно докопаться до истины чем я сейчас и занимаюсь даже хочется с вами поделиться поэтому я это видео в принципе начала снимать и начала говорить а говорить оказалось мне много есть о чем и рассказать много есть чего а главная тема наверное вообще сегодняшнего видео я могла обозначить тот факт что я сегодня решила выйти за пределы своей такой удобной точки удобной позиции за пределы своей берлоги вообще выйти за пределы посмотреть потому что сейчас я экспериментирую проходя определенные практики наращивая свою духовность как сейчас модно на так вот сейчас даже не об этом речь а речь о том что я вчера пошла купила несвойственную мне одежду на который мне нравится и собралась отправиться в эти сады поснимать может быть сторисы погулять с габрилюши со своим сыном и когда я сегодня встала было очень холодно на сегодня передали 15 градусов и когда я посмотрел на эту одежду сказал нет я надела что-то привычное то что всегда надевают эти вот большие теплые кофты на 15 градусов ребят на солнце вы шутите и в итоге я сказала нет я надела эту странную одежду которая никогда бы себя не почувствовала комфортно плюс она даже не совсем по погоде я заблуждалась что я буду мерзнуть это были просто мои личные страхи причем которые я всегда транслировала даже своим внешним видом своей одеждой такой ничего не значащий не значащий ничего цвета ничего не значащие украшения аксессуары вот я обычно впиралась какую-то одну сумку или рюкзак и не могла от нее отказаться сегодня я вышла сумка я вам потом покажу я вчера сама расписала вошла в определенное состояние медитативное и расписала сумку на сегодня чтобы выйти со своей работы чтобы показать себе миру такой вот таких вот ярких цветах таких может быть не подходящих широких не знаю сколько вам видно штанах не по сезону не по погоде я иду сейчас и понимаю как мне комфортно потому что я создаю это состояние и никто другой эти кучеряшки очень странные и макияж не свойственны мне который сделан не по правилам едут чего не едут я гуляю не едут который сделал не по правилам визажа если все не специально как визажист пошла против правил визажа и накрасилась так как я чувствовала как будто бы я не умею краситься как будто бы я не работала 6 лет визажиста может я не работал может мне это приснилось ладно отвлекаясь могу вам показать вот такие вот полуразрушенные стены стены здесь не только кое-что осталось оригинальное кое-что не достроили в общем мне такое если честно ребята вообще не нравится я пришла за сакурами где же эти сакуры наверное надо будет начинать спрашивать у народа если они видели реально сакуры или они отсвели в конце марта а сегодня у нас по датам реальным по моему 5 апреля будет посмотреть кто возвращается уже с прогулки или там что-то цветет да народ также ходит очень разношерстно одет кто-то в куртках кто-то в чудо не пуховиках кто-то в столстовках кто-то ветровках кто-то с кротким рукавом даже видела девушку кто как хочет соцсети живет только я сюда смотрела какая сегодня погода а что сейчас уместно а уместно ли я к этому месту и вообще где же я уместно вот все от этого все от этих внутренних страхов когда ты вдруг снимаешь этот блок ты чувствуешь такую свободу это просто это просто невероятно мы сейчас подходим кажется цветущим деревьям то есть они цвели какое-то время назад вот видно что они уже отцветают может быть это и были те самые знаменитые сакуры о которых писали в интернете вот вот здесь да наверное вот здесь девочки снимала видео которое я увидела рилс это все что осталось ребятки я опоздала на буйство красоты или вот я наоборот не опоздала посмотрите ну как вам в очках особенно ярко все это выглядит без очков почему-то более блекло становится ну в общем то наше восприятие теперь я уже не буду сидеть дома и думать а все-таки зря не ходила наверно там так красиво сады цвели так красиво а я пропустила а вот я ничего не пропустила вот видите сады как сады цветут как цветут этот какой-то тоже садик можно присесть на лавочки насладиться видами вообще очень полезного так притормаживать и наслаждаться моментом так как только в моменте мы и живем так сегодня я ярко нарядила своего хомячка не холодно нет не холодно не холодно интересные такое ощущение что они сухие это как орегано выглядит только очень-очень сухой дотрагиваешься этих вот серых веток и они прямо обламываются чисто здесь ничего не обламывается про макияж который не макияж сейчас он на мне так как я сегодня выглядеть решила наоборот чтобы почувствовать как это жить по-другому чтобы жить по-другому начать ну надо по-другому начать делать хоть что-то своей жизни иначе и ждать что само все изменится ну такое себе удовольствие долго ждать придется очень долго может быть всегда да когда я сюда ехала мне также пришел шоу inside о том что я должна сделать я вам хочу пообещать сделать то что я всегда боялась и никогда не делала то что мне не свойственно не по природе не по характеру не учитывая какие-то мои проблемы мою прошлую жизнь я сейчас не хожу прям в прошлые жизни мою жизнь школьную студенческие годы все вот если это учесть чтобы такого я могла выкинуть да для себя так вот я вам обещаю что ближайшее время я выйду в прямой эфир на ютюбе поэтому присоединяйтесь можете задавать мне любые вопросы я вас приглашаю будет еще анонс о прямом эфире мы с вами пообщаемся я не всегда буду общаться вот как все эти годы на своем канале в одно направление то есть как сейчас включила камеру монолог ошибиться не страшно потому что если что потом все можно смонтировать вдруг я не понравились а вдруг я разболтну что-то лишнее что-то глупо и так далее поэтому не конечно же я никогда не выходила в прямой эфир а вдруг выйдут такие люди я камеру закрыла я даже вырезать это не буду а вдруг выйдут такие люди умные а это не очень прямой эфир а вдруг мне зададут вопросы неудобные или я не буду знать ответа это же такой экзамен на ютюбе если за мной еще сакуры цвели но вот как такое ощущение что они продолжают свистеть не знаю почему контраст придает поэтому ребята скоро будет прямой эфир мой первый кому близки мои мысли выходите я уверена что среди вас 20 тысяч подписчиков обязательно найдутся близкие мне по духу люди а мне интересны любые люди и близки по духу и не очень удобные для моего духа поэтому когда точно будет прямой эфир я не знаю но я над этим поработаю и он выйдет он будет уже очень скоро для себя я бы хотела вас попросить написать мне в комментариях там уже вас все равно никто не знает даже не социальная там особо так сеть да вашего лица не видно никто ничего вас не знает вот просто взять и написать а чего вы боитесь больше всего причем осознавая что это такая мелочь что это такая глупость что миллионы или миллиарды людей это делают чуть ли не каждый день или периодически даже об этом не задумываются а вот что вы бы никогда не сделали или понимаете что мечтаете это сделать но ваш внутренний страх вам не дает вот напишите мне такую обратную связь я знаю что будет один человек который напишет а может быть 51 не важно важно что кто-то из вас кто сейчас это слышит найдет в себе смелость не обязательно переступить сейчас через этот страх а признаться это сама муси где-то а 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 я и я уже практически наверное закончила свое видео хотя может быть и нет т.д. Потому что день так прекрасно и так стремительно развивается, что ничего не могу говорить по этому поводу. Но вот вы просто полюбуйтесь, полюбуйтесь на это растение. Самое классное, самое приятное, что я вообще трогала за сегодняшний день, вот это зайчьи ушки. По-русски это растение называется зайчьи ушки. Как по-итальянски, я, конечно, не знаю. Но это настолько приятно. Это настолько приятно, это просто массаж для ваших ручек, кожи, зайчьи ушки.